Этот недвусмысленный жест раненой Маки Гомури, адресованный тем, кто в неё стрелял, облетел почти все грузинские СМИ. Сама Мака признаётся, что в тот момент была в шоковом состоянии. Тогда она ещё не знала, что резиновая пуля лишила её глаза. Но по разговорам экипажа скорой помощи, понимала, что произошло что-то непоправимое. «Мне правда интересно, где этот человек, который выстрелил в меня. Я понимаю, и адвокат мне тоже сказал, что найти виновного очень сложно, шансов почти нет, потому что там было много спецназовцев. Но я считаю, что нет ничего невозможного. Просто интересно, почему его не ищут. Думаю, его просто покрывают». Мака рассказывает, что до начала протестов было абсолютно аполитичной. На площади перед парламентом в центре Тбилиси 20 июня она оказалась случайна. «Мне позвонила сестра и сказала, что она на митинге, и чтобы я ехала домой. Потом я где-то услышала, что полицейские в центре пустили газ. Позвонила сестре, но её телефон был отключён. И я поехала туда». Маки провели две операции – в Грузии и Германии. Лечение как имплант оплатило государство. Впрочем, это обстоятельство, по словам девушки, не изменило её отношение к чиновникам, из-за действий которых пострадали десятки людей. Спустя всего пару дней после первой операции Мака присоединилась к акции протеста с требованием отставки Георгия Гахария, занимавшего тогда должность главы МВД. Девушка стала символом протеста, ей был посвящён один из его лозунгов. Спасибо Мака, что раскрыла нам глаза. «В моей обыденной жизни мало что изменилось. Развлечения и хобби остались прежними. Например, играю дома на барабане. Но при всём этом я начала переоценивать некоторые вещи. И многое из того, что я до этого не считала важным, стало сейчас для меня приоритетным». Сейчас Мака готовится к третьей операции. Прекращать гражданскую деятельность не собирается. Всего во время разгона антиправительственной акции протеста 20 июня пострадали до 300 человек. Многотысячные стихийные выступления в Тбилиси начались после приезда в страну российской парламентской делегации, члены которой открыто поддерживали признание Москвой независимости двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Протестующие пытались прорваться на территорию парламента, после чего власти приняли решение о разгоне. С Виатом Чедлишвили, Георгий Чумбуридзе, Анастасия Арабули. Настоящее время Тбилиси, Грузия.